Сколько может выпить женщина? Автор рассказа Елена Топильская В один прекрасный день меня, как молодого, но подающего надежды следователя, вызвали в городскую прокуратуру. В кабинете начальника следственного управления находилась моя коллега, грамотный скрупулезный следователь Вера Мякунова. Я знала, что она увольняется из прокуратуры, а судя по тому, что перед ней на столе лежало уголовное дело, мне предстояло закончить его расследование. Причувствия меня не обманули. Начальник следственного управления написал в резолюцию «Товарищ Топильская, Е.В., примите дело к производству», и мы с коллегой пошли обсуждать ситуацию. Вера рассказала мне, что в прошлом году состоялся приговор по делу группы мошенников. Речь шла о каких-то крупных аферах, и участники группы получили весьма суровые приговоры. А больше всех получил мошенник, который на следствии, что называется, вломил своих соучастников и активно сотрудничал с правоохранительными органами. Осознав, что он на 8 лет изолирован от общества, осужденный как с цепи сорвался. Начал бомбить жалобами все возможные инстанции. А потом, скорее всего, это был жест отчаяния, написал в Комитет государственной безопасности, тогда он так назывался, о том, что ему известно про убийство, совершенное высокопоставленным чиновником несколько лет назад, и он готов поделиться подробностями в обмен на смягчение своей участи. Из КГБ заявление переслали в прокуратуру города, и проверить его поручили моей коллеге. Микунова не ограничилась чтением заявления, она не поленилась и съездила в колонию, где заявитель отбывал срок. Тот, брызгая слюной и обещая разоблачить всех, рассказал, что известный в городе чиновник номенклатура обкома партии задушил женщину, а дело потом прикрыли, дав взятку судебно-медицинскому эксперту и получив от него заключение, что женщина просто перепела. Моя коллега разыскала это дело пятилетней давности. Действительно, ночью в квартире директора крупного магазина Тер Аванесяна был обнаружен труп женщины, со стронгуляционной бороздой на шее. Скорую помощь вызвал хозяин квартиры, рассказав, что это его случайная знакомая, которую привел в гости его друг, директор другого крупного магазина Жаров. За столом женщина куражилась, лихо пила, хозяину поведение гостей стало неприятно, и он демонстративно лег спать, надеясь, что гости уйдут сами. Встав ночью по нужде, он обнаружил в туалете труп этой женщины. Тогда, пять лет назад, Тер Аванесяна задержали на трое суток по подозрению, в убийстве, но в ходе следствия выяснилось, что смерть женщины, ее звали Галина Кузина, наступила от алкогольной интоксикации. Тер Аванесян был отпущен, дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Жаров и его подружка Решкина дали показания о том, что пришли в гости к Тер Аванесяну, прихватив приятельницу Решкиной. Та быстро напилась, стала вести себя неприлично, и Жаров с Решкиной ушли. Когда они уходили, Кузина была жива, но сильно пьяна, и, сидя на стуле в прихожей, пыталась попасть ногами в босоножки. Вот то, что удалось установить моей предшественнице. С этого момента к расследованию приступила я, и начала с разговора с родственниками погибшей Кузиной, несмотря на то, что они были подробно допрошены следователем Микуновой, но следователю всегда лучше самому все проверить. Вот что они мне рассказали. Галина работала кассиром в магазине, жила одна в коммунальной квартире, разведясь с мужем несколько лет назад. Когда родственникам сообщили о ее смерти, они поехали в морг на опознание трупа, потому что документов при Кузиной не было. В морге женщина-эксперт сказала им, что дело серьезное, убийство. Тут экспертрису вызвали к начальнику, а через полчаса родственникам выдали свидетельство о смерти Кузины с диагнозом алкогольная интоксикация. А родственники клялись, что Галина не пила, то есть могла выпить рюмку хорошего вина в компании, но никогда не злоупотребляла спиртным. В отделении милиции куда-то злополучной ночью привезли задержанного Тера Ванесяна. Этот случай помнили. Дежурный мне сказал, что он никогда в жизни не видел такого количества черных волк, как в утро после задержания Тера Ванесяна, когда к отделению было не подойти из-за слетевшейся туда номенклатуры. В протоколе осмотра трупа содержалась фраза о наличии на шее трупа стронгуляционной борозды, а это означало, что женщину душили петлей. Интересно, как это объяснила экспертиза? Подумала я, найдя в протоколе еще и сведения о том, что при осмотре трупа выявлены признаки непроизвольного опорожнения мочевого пузыря, а это тоже указывало на смерть от асфиксии, удушения. И прочитала в заключении экспертизы, что след на шее был, но потом он оказался просто потертостью. Тера Ванесян заявил, что находясь в гостях, пьяная женщина терлась шеей о спинку кресла. Он показал, как это было в присутствии судмедэксперта на следственном эксперименте, и судмедэксперт признал, что полосу на шее потерпевшая натерла спинкой кресло. Была одна заковыка. За столом участники вечеринки выпили, по показаниям Тера Ванесяна, Жарова и Решкиной, лишь одну бутылку коньяка на четверых. С чего бы Кузина так опьянела, что умерла от отравления алкоголем? Через неделю после описываемых событий Тера Ванесян пришел к следователю и сообщил, что, вернувшись домой из изолятора временного содержания, обнаружил отсутствие в холодильнике еще одной бутылки коньяка. А потом нашел еще пустую бутылку под креслом. Весь коньяк наверняка выпила та женщина, от чего и померла. Больше у следователя вопросов не возникло, и он, ничтоже сумнящийся, прекратил дело. А вот у меня вопросы были. Я поговорила с судебно-медицинским экспертом Алексеевым, выезжавшим на место происшествия и осматривавшим труп в квартире Тера Ванесяна. Опытный судебный медик с непререкаемым для меня авторитетом, он уверенно заявил, что борозда на шее была, и именно стронгуляционная, в сказке о том, что это потертость для легковерных. Ситуация осложнялась тем, что в деле отсутствовала фототаблица к протоколу осмотра, а без нее можно было только спорить о внешнем виде повреждения на шее. Например, медик, проводивший наружный осмотр трупа, утверждал, что борозда была длиной не менее 10 сантиметров, охватывала переднюю и боковые поверхности шеи и имела четко выраженные края. А в акте вскрытия этот след трансформировался в поверхностную ссадину длиной около 4 сантиметров с нечеткими краями. Куда же делась фототаблица? Конечно, напрашивалась версия, что ее злонамеренно уничтожили лица, заинтересованные в прекращении дела. Но для начала я решила проверить другую версию, канцелярско-бытовую. Дело в том, что дежурную группу образуют следователи и эксперты-криминалисты из районных подразделений, которые раз в месяц дежурят по городу. Криминалисты, отдежурив, готовят фототаблицы со снимками мест происшествий и отправляют их в тот район, где преступление произошло. В тот раз дежурил молоденький неопытный криминалист. Я предположила, что он мог по ошибке направить фототаблицу не в тот район, где произошло преступление, а туда, где работал следователь, дежуривший в ту ночь по городу. Отправившись в прокуратуру, где находилось рабочее место следователя, осматривавшего труп Кузиной, следователь к тому времени давно уволился. И, выслушав все, что желала мне высказать завканцелярии, которой предстояло рыться в невостребованных фототаблицах пятилетней давности, я довольно быстро искомую таблицу нашла. Криминалист действительно по ошибке направил ее не в тот район. Да, на снимке шеи трупа, сделанном крупным планом, отчетливо виднелась борозда длиной не менее 10 сантиметров, охватывавшая не только переднюю, но и боковые поверхности шеи. Съездила я и домой к Терованесяну. Причитая, что ему смертельно надоела вся эта история, он показал нам кресло, которое якобы терлась женщина. Широкая спинка велюрового кресла убедительно свидетельствовала, если кто-то согласился с тем, что полоска на шее покойной натерта об эту спинку, значит ему очень этого хотелось. Да и потом, зачем тереться о спинку кресла шеей до крови? Я поехала в морг и поговорила с экспертрисой, вскрывавшей труп Кузиной. Отводя глаза, она сказала, что поначалу действительно приняла повреждения на шее за стронгуляционную борозду и решила, что причина смерти – асфиксия. Но потом к вскрытию подключился заведующий моргом и разъяснил ей, что повреждения на шее поверхностные и что в данном случае имела место скоропостижная смерть от алкогольной интоксикации, которую очень легко спутать, со сфиктической смертью. Я задала ей вопрос, что же склонило ее в сторону диагноза об алкогольном отравлении. Помедлив, она ответила, что все симптомы очень похожи и единственное, что подтверждало диагноз интоксикация – заключение судебных химиков, исследовавших кровь погибшей. В крови содержалось 5,5% промилле алкоголя. Это безусловно смертельная доза даже для мужчины. Вот с этого момента я уже не сомневалась, что имею дело с убийством и фальсификацией заключения экспертизы. Заявитель, сидевший в исправительно-трудовой колонии, оказался прав. Прямо из морга я поехала в отделение химической экспертизы. В то время еще не существовало большого красивого здания судебно-медицинской экспертной службы, ныне украшающего Екатерининский проспект. Экспертные учреждения были разбросаны по всему городу, и кровь из трупов доставляли химикам на исследование с курьером. У химиков я изъяла сопроводительные документы к пробирке с кровью из трупа Кузиной и выписку из журнала поступления материалов для исследования. Что и требовалось доказать. Труп был обнаружен в ночь с четверга на пятницу, в морг доставлен в пятницу утром, вскрытие произведено в первой половине дня в пятницу. Судебно-медицинское свидетельство с диагнозом «алкогольная интоксикация» выдано родственникам в пятницу в 2 часа дня, а кровь для исследования на содержание алкоголя поступила химиком только в понедельник, и только в среду был готов результат исследования. Осталось выяснить, как получилось, что в крови из трупа Кузиной оказалось такое высокое содержание алкоголя. Замечательный эксперт из медицинской академии имени Мечникова Евгений Степанович Мишин рассчитал количество спиртного, которое Галина должна была выпить, чтобы концентрация алкоголя в ее крови достигла 5,5 процентов промилле. Получилось чуть больше литра, но за общим столом она выпила один бокал коньяка, потому что бутылку распили на четверых, плюс еще одна бутылка коньяка из холодильника, якобы выпитая женщиной из горлышка залпом без закуски. Это пол-литра. Все равно маловато. Может быть, Галина уже была пьяна, приехав вместе с Жаровым и Решкиной в квартиру Тераванесяна. Я прошла по следу Галины Кузиной за последние два дня ее жизни. На работе ее все любили, жалели из-за того, что незадолго до смерти она перенесла сложную полостную операцию. Ей запретили половую жизнь и не рекомендовали употреблять спиртное. Коллеги по работе категорически отрицали, что Галина могла выпивать на работе в те последние два дня. Пожилая соседка Кузиной по коммунальной квартире, тоже жалела тихую и спокойную Галю. Только неодобрительно вспоминала Галиных друзей. Оказалось, что за несколько дней до происшествия Галя домой завалилась пьяная компания во главе с ее подружкой Решкиной. Устроили оргию. Соседка слышала, как они приставали к Гале с требованием выпить. Галя отказывалась. Потом все-таки выпила всего лишь рюмку вина, ее после этого до утра тошнила в туалете. Соседка клялась, что ни в предпоследний, ни в последний день перед смертью Галина не выпивала. В последний день она пришла с работы, стала стирать, а потом позвонила неугомонная Решкина и уговорила ее поехать в компанию. Соседке Галя сказала, что Решкина обещает ее познакомить с влиятельными людьми. Может и с работой повезет, а то сколько можно сидеть кассиршей в продуктовой лавке. А значит, Решкина знала, что Галя не может пить и тем не менее горячо настаивала, чтобы та пила за столом наравне со всеми. Но при этом ни она, ни Жаров не говорили, что Кузиной было плохо от выпитого, что ее тошнило и рвотных масс в квартире не было. Тем более непонятно, зачем не пьющей Кузиной надо было шарить по холодильнику в чужой квартире и глушить коньяк из горлышка. Получалось, что к Террованесяну она приехала трезвая и максимум, что выпила, да и то маловероятно, бокал коньяка. В морге меня отозвал в сторону один санитар, который всегда нежно ко мне относился, при случае подкармливал шоколадками и без очереди выдавал мне вещдоки. Между прочим, он сказал мне, что если взять у трупа кровь в пробирку, а потом капнуть в эту пробирку водки из пипетки, то заключение химиков будет понятно какое. В тот же день мне позвонил эксперт Мишин, которому я назначила повторную экспертизу трупа и спросил, нет ли у меня данных о том, что кто-нибудь из участников событий носил подтяжки. Дело в том, что вслед на шее трупа, который явно образовался от сдавления ее полужестким материалом с частицами текстиля, очень хорошо вписываются мужские подтяжки. Конечно, у следствия были такие данные. Полный крупный жаров, не носил поясов, брюки его держались на подтяжках. После этого открытым остался только один вопрос – мотив убийства. Я стала рассуждать. В квартире находились двое мужчин и две женщины. Одной из них была запрещена половая жизнь, и она не пила. Мужчины и вторая женщина явно были пьяны, собственно, иначе зачем они собирались вместе. Был еще один момент, чтобы затушить кого-то подтяжками, надо было или отстегнуть подтяжки, или снять брюки. Судебно-медицинский эксперт, производивший наружный осмотр тела, ни минуты не сомневаясь в том, что это убийство добросовестно взял мазки из половых путей и изо рта жертвы, как это и полагается делать при осмотре криминальных трупов. Эти мазки были отправлены на исследования биологам, но не востребованы назад. Ни эксперта, тонатолога, ни следователя прекратившего дело результаты этих исследований не заинтересовали. А зря. Я изъяла у биологов эти результаты. И во рту, и в половых путях трупа Кузиной, которая не имела постоянного полового партнера, в течение последнего полугода, да и легкомысленной склонностью к случайным связям не отличалась, были обнаружены следы спермы, да еще сразу от двоих мужчин. Вот вам и мотив, и повод снять брюки, державшиеся на подтяжках. Заканчивая расследование, я думала о том, что в данном случае мне повезло. Все свидетели по делу оказались живы и сразу вспомнили то, что меня интересовало. Вещдоки не были уничтожены или потеряны, и даже фототаблица нашлась. Но почему все это не было сделано пять лет назад?